Дорогие друзья и господи, приветствую вас на пресс-конференции. Мы с вами Шахриар Мамедяров и Борис Гельфанд с нами. Шахриар Мамедяров и Борис Гельфанд с нами. Шахриар Мамедяров от Борис Гельфанд и стал победителем. Сейчас мы можем сказать это, потому что Александр Грифьев был победителем. Поздравляю вас к Шахриару. Давайте проверим. Какая была ваша позиция? Поздравляю вас к Шахриару? Прежде всего, я понимаю, что это хороший результат для меня. Потому что если я играю, то есть только шанс для Шахриар Мамедяров. Он победит. Но я также понимаю, что мои оппоненты должны победить. Потому что они имеют только шанс для следующего гран-при. Они имеют минимум 30 points. Если он победит, то он получит 80-70. Может 60-70. Он получит несколько шансов. И он будет играть, конечно. И, конечно, это было очень легко для меня. Когда я играл достаточно. И я начинал играть в нормальном чесе. Конечно, Борис играл в 65-м. Но ты сказал, что это очень легко для тебя. Но если я помню, что в прошлой пресс-конференции... Нет. В Генеевре я потерял 2 игры. Когда я победил с Блэком, я потерял 2 игры с Блэком. Конечно, это не легко. Для тебя ты сказал, что это легко для победить. Нет. Но, конечно. Если ты играешь в чесе, то вы победите. Это не просто для победить. Мы играем для дрожа. Да, точно. Один раз в жизни. Один раз в жизни нужно играть. Да. Но сегодня я не играю в дроби. Я играю в нормальном позиции. В дроби. Но я знаю, что он изменит что-то. Не в C6. В C6, конечно, я играю в дроби. Я знаю. Но после C6 это нормально. Он играет в Н7 или Н6. В C5, конечно, это хороший движение. Да. Но в C5 это нормально. Да. В Стехе. В C5 это нормально. В Стехе. В Стехе. В Стехе. В Стехе. В Капове. В Капове. В этой позиции. И он играл и это удивило меня. И я смотрел в него. В Капове. В Капове. В 95-махе. В Капове. В Капове. В Капове. c5, а и т inac texture. Но я opinал,จем, что. Аться с телефона. В Капове даんと blanc. Я считаю, что creative движение него приватно. Но мы Si5 не двигались. В Капове с Joan Suf37. Филистов bask album на Капове. Не начинается. - Это не такая провокация, потому что я поражил паунь, может быть, у меня возможности Нет, но если я хочу, я могу играть РК2 и Д6, конечно, это дро, но если я играл для дро, то я могу потерять Я хочу играть активные игры, РК4, сейчас я просто беру Б7 И теперь, конечно, Б5 это единственное движение, но, конечно, я могу играть Д6 Д6, Б6, Б6, РК7, РК7 Это дро, я имею в виду Может, я должен играть, Б4 и Б5 Потому что Б3, 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 Б3 и Б5, но Б5, может быть, я держу Но сейчас Д6, и если он играет РК6, то я просто беру И это, я думаю, Б5 Это очень легко, потому что Б6, это очень легко И он играет РК8, конечно, РК4 И он играет Б6 Г5, может быть? Нет, я могу играть Д7 Б5 Б8 РК7 РК7 Тейк 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 Я могу играть Да, я могу играть, но это лучше, чтобы играть как это Я видел Я видел Я не знаю Я не знаю Я не знаю А, может быть, тейк на Ф7, РК7, РК7, А4, Тейк, РК7 А3, Б6 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 Но, но я беру РК8 Он не может играть РК6 Я беру РК6 Он играет РК6 Он играет РК6 И я вижу, РК6 И я вижу, РК6 Б7 7-7 это хорошо, я не знаю. Да, это лучшее. Может быть, проблема в чеке, бишопе, 3-2, и 2-2. Большинство виноват. Но, конечно, 6-6 это легко. И, конечно, это хороший результат для меня сегодня. Здесь вы пошли, потому что это было более очевидно. Да, потому что Саша виноват. Дрой – это же самое. Когда мы играли в Казани, мы могли победить. Да, да. Шахриар должен победить победу. И, окей, позиция стратегически победила. Но я не могу победить. Да, конечно. Да, конечно. Дрой – это хорошо. Так что, как вы считаете результатов здесь? Это вопрос для босса. Вы помогли Шахриар, чтобы победить второй турнир? Да, конечно. Конечно. Прежде всего, в турнире, я считаю, что я очень тяжелый. И я не могу показать мои лучшие игры. В первые 2 игры, я играл нормально. Но после 3 игры, я играл с Иванцюк. Он был в лучшем позиции. Но он потерялся. Он дал мне возможность играть в игре. Но после этого, он потерялся. После того, что я понял, что это моя возможность. Я должен играть в игре. И я начал играть в каждом игре. Это было не просто турнире, конечно. Я победил 2 игры. И я победил 5 игры. Я победил первые 2 игры. Но после того, как я победил, я победил 7 результатов в игре. 5-1, я победил 2 игры. И это нормально. И это было нормально. И вообще, после вчера вы потерялись. Как вы чувствуете? Вчера я играл в Ташкенте. Когда я играл в игре, против Ивангал. И я играл в очень плохом игре. Я играл в игре. И я просто не хочу менять в игре. И я потерял. В же время я играл в игре. Я потерял очень легко. Но если я играл в игре, то это было хорошим. Но, опять же, я потерял очень легко. Конечно, это было очень плохо, но это нормально. Когда вы выиграли 5 матч, выиграли 2 матча – это нормально. И, Борис, что ты можешь сказать? Ты начинал не так хорошо, но в конце ты успел собрать все свои силы. Как это произошло? Как ты успел это сделать? В последнее время? Мой результат в этом турнире для меня – я не встал и не коллапсировал. Потому что после этого начальника все может случиться. Когда ты просто улыбнулся в игре. Да, это слишком много. Нет, я не забыл о том, что время с Гири. Я просто забыл о том, что время стекла. Может быть, я уже был игроком. Люди думают, что это уменьшит свои силы. Я не думаю. Но, конечно, все эти jet lags и все это. Ты должен быть более серьезным. Я пришел 3 дня earlier, но это не было достаточно. На втором половине, я тоже не потерял. И, Борис Хау, я полностью победил. Я мог бы победить с Леком. Окей, позиция была дрона, но он сделал ошибку. И я не заметил. Я мог бы... Вы имеете в виду Бишопенке? Бишопенке? Нет, но я у меня очень хорошая возможность. Может быть, он... Я не вижу дрона. Может быть, для того момента. Это очень сложно для него. Такая часть. Но я также... Может быть, я немного подчинялся. Но основной результат, потому что после этого начался, он может коллапсировать. Да, я не коллапсировал. Так... Даже как вы можете вернуться к нему. Может быть, это... Но... Конечно, я должен вернуться к нему. Конечно, я должен вернуться к нему. И... 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 Ильяна. Я тоже играл. Сегодня, у меня есть 90 игр. И... И... 43 дней. 90 игр и... Не, но болит. Вы играли болит. Блит? Блит. 場 с 25 милой. Не знаю. 60 милой. Да, также болит. Тайны. Да, да. Да, блиит. Блит, батаре. Мой приключитель на 90 игр и 27. Это не просто. Да, и... И... Я хочу сказать большое спасибо за моими друзьями, за моим менеджером Рустам, который был здесь с нами, и он очень помогал мне. Спасибо за мою семью, и специально спасибо за моим лучшим фанатом. Я думаю, что он из Ирландии, его зовут Яром, и он очень хороший человек, он помогает мне здесь, он поддерживает меня каждый день, и это действительно помогает мне. Это фантастично, это очень хорошо, когда кто-то виноват в турнире. Он поддерживает меня каждый день, 15 эмилей, это очень хорошо, спасибо Яром, спасибо за вашу поддержку. И, Борис, какие фанаты тоже пишут? Конечно, какие фанаты пишут каждый день. Моя семья пишут, моя семья пишут, но хорошие фанаты пишут каждый день. Но, конечно, когда вы победите, это очень много. Не потому что люди не поддерживают, но потому что, окей, когда вы не делаете хорошо, может быть, люди знают, что это лучше, то не оставьте меня alone. Это лучше, но это сложно сказать ничего. Один должен идти по себе. Да? Но, конечно, я знаю, что много людей отвечают за меня, и я очень благодарен. Спасибо. Спасибо большое за все ваши комментарии, за все пресс-конференции, и я желаю вам хорошего счастья в следующих турнирах. Спасибо. Спасибо.